Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Благодарим вас, что нашли сегодня время и подключились на нашу открытую лекцию. Напомню, что сегодняшняя лекция является продолжением цикла открытых лекций в рамках нашей новой магистрской программы «Менеджмент устойчивого развития», которую Школа бизнеса МГИМО совместно реализует с Центром устойчивого развития МГИМО. И сегодня позвольте вам представить нашего спикера Арсен Вартанян, выпускник МГИМО. Более 20 лет работал в сфере устойчивого развития, в том числе и в МИДИ, и сейчас в системе ООН. Тема сегодняшней нашей лекции – роль и интересы бизнеса в достижении ЦУР до 2030 года на примере агропродовольственной системы России. Уважаемые слушатели, я хочу вам напомнить о том, что мы всегда приветствуем такое интерактивное живое общение, поэтому у вас будет возможность задать вопросы в конце, скорее всего, нашей сегодняшней встречи Арсену. И также попрошу вас выключить, если у кого-то еще микрофоны включены. Впоследствии у вас будет такая возможность задать вопрос или голосом, или написать его в чате. Арсен, здравствуйте, рада вас приветствовать. Спасибо, что нашли время и сегодня стали нашим спикером. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Ольга. Действительно большая честь вновь вернуться в МГИМО спустя 20 лет и выступить в рамках открытых лекций по устойчивому развитию. Спасибо, что пригласили. Спасибо вам. И что представили меня. Вы уже все сказали, я просто добавлю. Я сейчас в Риме штаб-квартире продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Она достаточно сложно называется, ФАУ, если коротко. И, собственно, уже 20 лет действительно занимаюсь устойчивым развитием от правительства, внутри ООН, и также взаимодействуем мы плотно с бизнесом. Поэтому еще раз спасибо. Давайте начнем. Я не знаю аудитории, какой уровень вовлечения и степень интереса к этой теме, поэтому начну, наверное, с такой более глобальной картины. И, может быть, если буду говорить какие-то банальные вещи, пожалуйста, корректируйте меня в чате. Лекция – это обзорная, она не содержит каких-то научно-педагогических задач. Задача одна – заинтересовать вас, кто еще не заинтересован, поделиться своим взглядом, возможно, достаточно субъективным, на эту масштабную проблему, проблему цели устойчивого развития, вовлечь вас в дискуссию. Попробуем выйти за пределы исключительно академической лекции и сделать это время также максимально полезным для вас. Но вначале, наверное, не обойтись без некоторого академического вступления. И придется немного пооперировать фактами и цифрами, поэтому я бы хотел предложить разделить на две, наверное, части эту лекцию. Вот я сейчас открою слайды. Вначале, как бы, ну, наверное, стоит поговорить о глобальной картине и о том, как действительно, на части каких-то базовых постулатов, как действительно бизнес соприкасается с ООН и с целями устойчивого развития в реальном измерении, попытаюсь раскрыть эту тему с учетом личного опыта работы в ООН. И, кстати, немножко отвыкаясь от темы, я действительно вот в моей практике впервые столкнулся с работой с частным сектором от ООН в Иордании. Это было в 2013 году. Я там работал в гуманитарной миссии по оказанию помощи сирийским беженцам. И мы подписали, мы вышли на подписание соглашения с Мастеркард по внедрению социальных пластиковых карт для беженцев в лагере беженцев за Атари, там 60 тысяч примерно человек, для того, чтобы они могли использовать карты Мастеркард для приобретения продовольствия в специализированных фермерских хозяйствах, магазинах. И тогда не были еще придуманы цели устойчивого развития. Мне тогда интерес Мастеркарда был вообще непонятен. Я действительно не мог понять, здесь не было речи о прибыли, в чем интерес бизнеса. Понял я это гораздо позже, когда уже действительно стал заниматься этой темой профессионально. Ну и попробую вам тоже рассказать немножко об этом. Ну начнем давайте вот с самых общих вещей. Как вам известно, собственно, в 2015 году появились цели устойчивого развития. Они были сформулированы государственными членами ООН на Советском Генеральной Ассамблее и одобрены. Ну и, как вы знаете, их уникальность, в отличие от всех предыдущих попыток сформулировать такие глобальные цели, хорошо известна. Это, во-первых, универсальность. Они действительно охватывают все страны мира, не только бедные развивающиеся страны, как это было до этого. Вот до этого были цели развития тысячелетия, MDGs. Сейчас цели стали обязательными для всех. Главное, что эти цели были разработаны самими правительствами. И, собственно, правительства несут прямую ответственность за их выполнение. До этого цели разрабатывались самой системой ООН, что тоже очень важно. Конечно, эти цели интегрированы, то есть они взаимосвязаны друг с другом. Они охватывают все практически сферы жизнедеятельности. И они имеют свои индикаторы, по которым можно сравнивать достижения этих целей. И они также имеют добровольную отчетность. Эта отчетность пока добровольная, но, тем не менее, она предполагает отчетность правительства в плане выполнения целей. Ну, тут вы, наверное, зададите справедливый вопрос, а при чем здесь бизнес? И действительно, что важно с точки зрения участия бизнеса в ЦУР? И важно, наверное, то, что эти цели носят еще и трансформативный характер. То есть в саму концепцию ЦУР заложено то, что признание того, что нынешняя экономическая модель в мире, которая основана в основном на потреблении, то есть это линейная модель потребления ресурсов различных, она, по сути, неэффективна. И в современных условиях она плохо справляется с своей ролью, она не работает. И поэтому здесь мы понимаем, что именно бизнесу принадлежит важнейшая роль в осуществлении этой трансформации. То есть трансформация экономическая, которая охватывает, я об этом позже скажу, различные сферы. Финансовая трансформация, технологическая, промышленная, и в том числе трансформация агропродовольственных систем. Ну, мы понимаем, что остается действительно 9 лет до 2030 года, до той планки, которую правительство поставили для выполнения ЦУР. И сейчас уже очевидно, что правительство в одиночку не способны решить эти проблемы, поставленные эти задачи, которые достаточно амбициозны. И для достижения ЦУР, по подсчетам экспертов, нужно порядка 2,5 триллиона долларов в год, чтобы полностью добиться выполнения целью стоящего развития. И разрыв, как вы видите, колоссальный между тем, что правительство выделяют в виде официальной помощи развитию, в виде ОПН, это примерно 150 миллиардов долларов, и тем огромным финансовым пакетом, который нужен для того, чтобы этого добиться. И разумеется, здесь важнейшую роль играют и международные финансовые институты, но и бизнес, крупнейшие мировые корпорации, конечно же, и национальные крупные компании, которые могут восполнить вот этот финансовый пробел. Но, наверное, ошибаются те, кто усматривают в частном секторе исключительно такой кошелек, источник финансирования. То есть, тут нужно говорить о трансформации, я уже называл экономическую трансформацию, которая включает различные виды, и нужно понимать, что роль бизнеса именно в этом. То есть, ключевая роль бизнеса – это в том, что бизнес является сегодня драйвером инноваций, драйвером технологического развития и двигателем всего экономического роста, создания рабочих мест, например, и так далее. И пандемия, кстати, это прекрасно продемонстрировала, и бизнес взял, в общем-то, на себя глобальную ответственность в мире за разработку, в том числе, вакцин. Поэтому, конечно, роль бизнеса в ЦУР нужно рассматривать шире, чем только финансовое участие. Теперь, если говорить о том, насколько эти цели достижимы, опять-таки, если реалистично смотреть на ЦУР, мы понимаем, что к 2030 году большинство из этих целей вряд ли удастся добиться. Особенно, если речь идет о бедных странах Африки, Азии, Латинской Америки, даже если бизнес приложит большие усилия. Это особенно касается агропродовольственных систем. Мы видим здесь мониторинг, который регулярно ведет ООН по достижению целей устойчивого развития. Причем, это картина, которая сделана до ковида, то есть она не учитывает эффекты пандемии. И уже даже до ковида мы видим, что если брать весь мир целиком, то по многим показателям, это лишь пример первых трех целей, бедность, голод и здоровье. Но даже по этим показателям мы видим, что, да, развитые страны отдельно добиваются их, но в развивающихся странах большой пробел. Конечно, пандемия отбросила еще назад выполнение этих целей, и она во многом затормозила положительную динамику, которая наблюдалась под СУР. И, по сути, стала большим стрессом для всего мирового сообщества, включая бизнес. И если вот просто сравнить, это такая удачная картинка, которую МВФ предлагает. Можно увидеть, что если сравнивать со всеми предыдущими кризисами, поколенческими так называемыми кризисами, то, конечно, ковид стал наиболее серьезным по охвату стран. То есть 90% стран охвачены сегодня экономической рецессией. Такого не было раньше, даже в период Великой депрессии и так далее. По воздействию, по силе воздействия тоже пандемия стала, по сути, ну, наверное, вторым существенным фактором, вторым существенным событием. То есть сильнее воздействовал на глобальный ВВП только вот кризис после Второй мировой войны, когда примерно на 7,5% сократился глобальный ВВП, сейчас он сократился на 6,2%, что тоже очень существенно. И, как мы понимаем, окончательные итоги пандемии еще не подведены, поэтому будет, видимо, коллектировка. Таким образом, пандемия, по сути, привела к новой расстановке приоритетов среди целей устойчивого развития, поменялись тренды. И здесь вот исследование, которое я хотел тоже вам показать, это, по сути, опрос ведущих экспертов из бизнеса, из неправительственных организаций. То есть такой симбиоз, который проводит регулярно компания Globescan. Это такая исследовательская компания мировая, которая публикует ежегодно доклады по устойчивости, по устойчивому развитию. И вот, в частности, сравнивая топ, приоритетные цели устойчивого развития до ковида и после, мы видим динамику. То есть если в 2019 году главной, по мнению экспертов, ЦУР являлась именно климат, климатическая повестка, на втором месте стояло ответственное использование и производство, дальше была тема, связанная с землей, нищета и так далее, то сейчас ситуация изменилась и на первом месте, наверное, логично вышла ЦУР-3, это здоровый образ жизни и благополучие. Также в пятерке, вот в этой появляется снова цель номер два, это нулевой голод или ликвидация голода, что тоже очень симптоматично, и мы как раз об этом поговорим, поскольку тема наша связана именно с агропродовольственной системой. И могу лишь привести пока самые такие последние, но неофициальные данные по росту голода в мире. Это предварительные расчеты наших экспертов, которые еще не опубликованы, поэтому такой небольшой дисклеймер, это не для официального пока пользования, но мы видим, что по итогам пандемии в мире станет у нас 160 миллионов больше голодающих в течение 2020 года, то есть число вырастет. Конечно, для России это менее актуально, у нас в принципе, ну начиная с 90-х годов, наверное, мы не достигали вот предельной планки 5%, начиная от которой уже идет такой активный мониторинг, то есть у нас всегда это было меньше 5%, ну и в среднем это 1,6% населения не доедают, если брать официальную статистику ООН. Но в целом, по меру, мы видим, что тенденция достаточно тревожная, и, конечно же, ситуация сильно изменилась после пандемии. Приведу лишь несколько примеров, ну вот, чтобы понять, два, наверное, таких показательных примера, чтобы понять, какие основные барьеры на пути к достижению ЦРТ, и что примечательно, как считают многие эксперты, барьером выступает именно государство, а не бизнес, что интересно. И по мнению многих авторитетных экспертов, прошу прощения, это действительно так, то есть для того, чтобы перейти на устойчивую модель развития, нужно менять, конечно же, отношения со стороны правительств. Вот, в частности, один из примеров, это, наверное, известный вам Зеленый пакт Евросоюза, знаменитая европейская инициатива по переходу на зеленую экономику, которая была запущена недавно. Вот, по оценкам Европейского института экологической политики, которые провели масштабное исследование в этом году, буквально, это в начале этого года, 33% экспертов, и это тоже опрос именно экспертов правительственных, экспертов бизнеса, и 33% из запрошенных считают, что именно отсутствие приверженности и обязательств со стороны правительств Евросоюза является главным препятствием на пути реализации этой амбициозной инициативы, Зеленого пакта, а 25% полагают, что проблема в неэффективной системе управления. При этом, разумеется, тоже показательно, что залогом успеха 28% респондентов видят именно повышение инвестиций и ответственности со стороны бизнеса, что, в общем-то, тоже понятно. Ну, второй, наверное, тоже такой интересный пример, если посмотреть, говорить о приверженности правительства, в реальном измерении, посмотреть, как ведущие экономики расходовали свои средства на восстановление после пандемии, мы видим, что именно на зеленое восстановление выделено меньше пятой части, меньше 20% всех расходов. То есть это ведущие страны, как я сказал уже, которые выделили эти деньги с прошлого года. Было очень много громких заявлений, но реально, если смотреть на цифры, мы видим, что всего лишь 340 миллиардов, 19% из всей суммы выделено на именно зеленое восстановление. Хотя при этом тот же Евросоюз рассчитывает благодаря зеленому восстановлению создать почти 2 миллиона новых рабочих мест. Американцы говорят о том, что 1 миллион рабочих мест может быть создано благодаря вот этим новым инвестициям именно в зеленое восстановление, Green Recovery, которое сейчас активно позиционируется многими ведущими странами. Поэтому здесь очевидно, что потенциал частного сектора именно в пост-ковидный период будет набирать все большие обороты. И давайте посмотрим, частный сектор, конечно же, он тоже разноплановый, неоднородный. И посмотрим по степени влияния, насколько велика роль частного сектора. И мы видим, что опять-таки по проекции экспертов различных авторитетных институтов на ближайшее десятилетие до 2027 года, точнее, 85% экспертов считают, что основная роль по степени воздействия на устойчивое развитие играют ведущие глобальные корпорации. Затем идут национальные правительства, неправительственные организации, ООН и так далее. То есть, опять-таки, мы видим, что именно главная ставка на переход на устойчивое развитие делается тоже на бизнес, на частный сектор. Интересно посмотреть, кто основные игроки, кто контролирует доходы именно в нашей глобальной агропродовольственной системе. Здесь также, это еще одно рыночное исследование 2018 года, оно показывает, что по выручке, примерно 51% всей выручки в мировой агропродовольственной системе приходится на топ-300 ведущих компаний частного сектора. То есть, они действительно превалируют и по контролю на рынке агропродовольственных систем. Горазно скромнее здесь выглядят, например, те же малые фермерские хозяйства, около 6% контроля, или кооперативы, около 9% контроля. Хотя мы знаем, что в некоторых странах, особенно Латинской Америки и Европы, эта форма участия в агропродовольственных системах является превалирующей. То есть, в основном, в той же Италии, где я сейчас работаю, основная часть производства аграрного приходится именно на малые и средние семейные хозяйства. Но по выручке мы видим, что действительно основной контроль находится, прежде всего, это компании открытые, публичные, зарегистрированные на бирже. То есть, 300 компаний ведущих контролируют больше половины выручки. Что касается возможностей бизнеса, если бизнес работает именно в плане устойчивого развития. Ну, тут достаточно посмотреть тоже на некоторые факты, некоторые глобальные цифры, это будет более понятно. Есть данные комиссии по бизнесу и устойчивому развитию. Это достаточно авторитетная организация, которая берет эти данные в сотрудничестве с Всемирным экономическим форумом и с McKinsey. То есть, они предполагают, что примерно 12 триллионов долларов США ежегодно – это те бизнес-возможности, которые откроются в четырех основных сферах для бизнеса. Это энергетика и материалы, это здоровье и благополучие, города, включая умные города и урбанизированное развитие. И это агропродовольственная система. Только в агропродовольственных системах эксперты этой комиссии оценивают потенциал примерно в 2,3 триллиона долларов, которые можно генерировать при переходе на устойчивые бизнес-модели, при переходе как раз агропродовольственных игроков на устойчивые бизнес-модели. Но также буквально несколько цифр. Не буду долго на этом останавливаться. Такие же оптимистические оценки высказывает МВФ. Например, они считают, что инвестиции в чистую энергетику могут генерировать в 2-7 раза больше прироста ВВП, чем, скажем, в невозобновляемую традиционную энергетику. Много было моделирований по линии ООН на эту тему. То есть по аналогии, например, создание рабочих мест можно ускорить также в 7 раз. И если бизнес начнет инвестировать в зеленую экономику, включая возобновляемую энергию, экологичный транспорт и так далее. То есть достаточно убедительные аргументы. И как мы видим, потенциал действительно бизнес-возможностей, он очень большой. Давайте теперь подойдем непосредственно к агропродовольственной системе. И попробую для начала, наверное, рассказать, чтобы мы все представляли, что такое агропродовольственная система, поскольку очень много формулировок в мире существует на этот счет. Я приведу лишь вот эта картинка. Она взята из концепции подготовки к саммиту по ООН, по агропродовольственным системам, который состоится в сентябре этого года под эгидой генерального секретаря с участием стран-членов на высшем уровне. И там есть такой научный комитет, который ведет подготовку. И, собственно, вот эта последняя, скажем так, концепция, которая официально утвержденная, что понимается под агропродовольственными системами, чтобы мы примерно представляли. То есть, как вы видите, это не просто взаимосвязанная линейная продовольственная цепочка от стадии производства до переработки, доставки, хранения и затем оптовых продаж, ритейла, общепита, потребления конечного и отходов пищевых. Это гораздо больше, это взаимосвязанная экосистема. В нее вовлечено примерно 4,5 миллиарда человек напрямую, хотя мы все от нее зависим, естественно, в плане продовольствия. И она охватывает все сферы жизнедеятельности, и социальные, и экономические, и науку с инновациями, и экологию, естественно, климат, а также здоровье человека, правильное питание, пищевая безопасность и так далее. То есть, как мы видим наглядно, действительно, агропродовольственная система – это большая экосистема, и здесь возможности бизнеса очень разноплановые, очень разноплановые в различных секторах. Наверное, я… да, и что важно сказать, агропродовольственные системы, они, конечно же, чтобы окончательно убедить вас в том, насколько роль бизнеса важна в этих системах, наверное, стоит привести вот эти данные, понять, насколько существенный вред сегодня наносят агропродовольственные системы природе и экосистемам, насколько нынешняя модель производства и потребления продовольствия неустойчивая. Да, то есть мы видим, тут, в общем-то, все цифры наглядно приведены, мы с вами видим, что действительно 80% обезлесения, 70% потребления пресной воды, в основном для ирригации, 70% потерь биоразнообразия, деградирования почвы, треть почти парниковых газов, выбросов парниковых газов и четверть энергии – это все потребляют продовольственные системы. И, конечно, задача трансформации продовольственных систем с помощью бизнеса, с участием бизнеса, она представляется действительно такой глобальной, мировой задачей, и в том числе, конечно, и национальной, на национальном уровне. И здесь, наверное, мы можем перейти уже к более практической части нашей презентации. То есть я хотел поделиться с вами, собственно, своими наработками. Я делал это в рамках программы MBA, которую закончил недавно, с Гренобльской школой бизнеса французской. Поэтому это достаточно такой материал, как бы эксклюзивный, в то же время субъективный. Мне кажется, это интересно. Это именно оценка потенциала агропродовольственных систем России, оценка потенциала частного сектора, бизнеса российского, в плане воздействия на цели устойчивого развития. И здесь я могу остановиться, наверное, если есть какие-то вопросы по первой части лекции, может быть, готов на них ответить. В противном случае продолжим уже по второй части. Коллеги, пожалуйста, если есть вопросы, можете сейчас задать. Айбек пишет, вопросов нет, но вот был один комментарий в самом еще начале, что очень интересно, значит, государство поставили цели отдуваться теперь бизнесу. Пусть сами и вытягивают. Это вот Айбек написал еще в начале. Татьяна пишет, что вопросов нет и очень интересно. Тогда, коллеги, можно продолжать, да? Вторую часть переходим. Если можно, один вопрос. Я постараюсь очень быстро. Конечно. Спасибо большое. Меня зовут Кишмай Рейнал, я как раз аспирант МГИМО и занимаюсь ответственным инвестированием. Есть одна вещь, которая на самом деле меня немного смущает в вопросе перспективы развития как раз вопросов, связанных с ЦУР в России. Я постараюсь коротко. Россия в целом, Россия занимает большое место в мире, территориально и с точки зрения населения. И решение как раз задач, связанных с ЦУР, внутри России, оно должно существенным образом повлиять на достижение цели устойчивого развития в мире в целом. Но при этом проекты, проекты ответственного инвестирования в Россию, финансирование, оно существенно ограничено. Во-первых, достаточно неразвитым внутренним рынком, инструментом ответственного инвестирования, зеленых или социальных облигаций. А во-вторых, санкциями, которые не дают российским крупным компаниям получать долгосрочное финансирование из-за рубежа. И тут возникает вопрос, почему не ведутся переговоры, или хотя бы не поднимается вопрос о том, чтобы хотя бы частично снять вот эти санкционные ограничения, для того, чтобы позволить российским компаниям привлекать специализированное финансирование на реализацию проекта в сфере ЦУР из-за рубежа. Ну, например, выпускать зеленые облигации за рубежом. Потому что решение проблем цели устойчивого развития в России, это же выгодно всему миру. Да, спасибо огромное, Инал. Действительно, я об этом, кстати, буду говорить во второй части уже. Это одна из основных проблем, собственно. Это внешние факторы, конечно же, санкции, в том числе и внутренние регулирования внутри России. То есть, как бы, это второе тоже большое препятствие. У меня там будет как раз бизнес-кейс «Лавки-лавки», наверное, вы ее знаете тоже, да, который я тоже анализировал в рамках этого исследования. Там как раз прихожу тоже к каким-то выводам и рекомендациям. Я вам об этом попозже тоже расскажу. Но если коротко, я с вами абсолютно согласен. Конечно, это вопросы, прежде всего, и внутреннего регулирования, и создания финансовых стимуляторов для компаний. И, конечно же, это вопрос и санкций, в том числе, и выхода на внешние рынки. Что касается зеленых бондов, я не очень специализируюсь в этой теме. Я не могу дать детальный ответ, исчерпывающий. Но это большой тренд сейчас. И более того, сейчас некоторые компании даже переходят к не просто зеленым бондам, а именно бондам ЦУР, да, то есть SDG бонд, которые более, скажем так, и они, в принципе, набирают сейчас большой оборот. И это тоже очень... Многие акционеры заставляют, собственно, принимают эти решения, заставляют компании, соответственно, выпускать вот эти вот SDG бонд. Поэтому это, я думаю, вопрос будущего. Но здесь есть проблема. Я хотел об этом рассказать как раз во второй части. Если позволите, я к этому перейду попозже. А по поводу еще вот первого комментария, я могу сказать, что вот, который Ольга привела по поводу того, кто должен отдуваться. Вы абсолютно правы, конечно. Конечно, здесь правительство прежде всего несет ответственность за ЦУР. То есть, если я был не точен в начале, я как бы еще раз поясню. Конечно, никаких обязательств формальных бизнес, естественно, не несет. Вот. Это вопрос вовлечения. То есть, насколько это бизнесу интересно. Я об этом тоже поговорю во второй части. Какие есть финансово устойчивые модели для бизнеса. Меняется вся концепция, в принципе, на глобальном уровне. То есть, конечно, бизнес уже перешел от просто прибыли к созданию добавочной стоимости. И здесь, конечно, для бизнеса есть много широких возможностей. И мы об этом поговорим. У меня будет в презентации тоже интересная выкладка опрос российских компаний Агропрома. Как они думают на эту тему. Вот. Я об этом попозже расскажу. Если нет больше вопросов, я могу перейти, наверное, ко второй части. Ольга, да? Да. Я думаю, Арсен, потом, если возникнут вопросы, коллеги смогут еще задать уже, да? Если честно, я ожидал, конечно, больше интереса и вопросов после второй части, потому что это касается, собственно, России и нашего. И она более такая практическая. То есть, первая платьеория, просто чтобы ввести немножко в курс дела. Ну, давайте посмотрим, значит, что здесь, в общем-то, я в рамках этого исследования предполагал сделать. То есть, ставилось четыре основные задачи. Это понять, какие главные бизнес-возможности в рамках устойчивого развития для частного сектора. Определить основных игроков влияния в российском Агропроме на ЦУР, понять, какие их бизнес-стратегии и попробовать измерить их вклад в цель устойчивого развития. И вот с удовольствием вам это презентую. Ну, первая достаточно сложная задача была, конечно, как благодаря глобальному моделированию перенести результаты по бизнес-возможностям на российские реалии. То есть, я, конечно же, взял за основу исследования вот комиссии по бизнесу и устойчивому развитию. Мы с ними, кстати, обсуждали это и попытался проецировать это на Россию. И в результате получилось, что, в принципе, четыре основные мы выявили сферы, где российский бизнес может генерировать достаточно большой потенциал возможностей. Это, прежде всего, сокращение пищевых отходов по всей продовольственной цепочке. Это здесь около 6 миллиардов долларов в год. Опять-таки, это глобальное моделирование. Нужно понимать, что это сценарий. То есть, если бизнес идет по пути устойчивому развитию, то это предполагаемая оценка тех бизнес-возможностей, которые открываются. То есть, это не истина в последней станции, это не какие-то цифры. Я попозже объясню, как это все считается. Но вот сейчас, чтобы понимать, то есть, у нас 4 основные сферы, где мы видим наибольшие перспективы для агропродовольственного бизнеса России по ЦУР. Это сокращение пищевых отходов, как я сказал, 6 миллиардов примерно. Это лесные экосистемы. В основном, это декарбонизация около 17 миллиардов. Это реформулирование продукта, изменение структуры продукта. Наверное, так будет правильнее по-русски. Около 7 миллиардов бизнес-возможностей. И это внедрение технологий как в малые, так и крупные фермерские хозяйства. Около 8 и 2 миллиардов. Сразу оговорюсь, что эта система не объективная. То есть, это просто моделирование, которое мы делали. Но оно показывает действительно очевидный глобальный тренд, который, в принципе, проецирован на Россию, на российские реалии. Например, какие-то бизнес-возможности здесь не учтены. Например, я выпал, по объективным причинам не было достаточно данных, но выпало такое направление, как, например, анализ сокращения потребления красного мяса. То есть, это тоже сейчас одно из основных направлений в устойчивом развитии. И по данным, например, Boston Consulting Group, это очень такой важный тренд, и он будет продолжаться. Ну, во-первых, потому что с переходом на белое мясо можно существенно сократить посевы кормовых культур и пастбища, соответственно, снизить нагрузку на почвы, на водные ресурсы и так далее. По данным ООН, например, для производства одного килограмма красного мяса требуется 15 тысяч литров воды. Есть также данные журнала Science, где тоже говорится о том, что, например, если сравнивать на грамм белка, производство красного мяса оказывает в 6 раз больше негативного воздействия на климат, чем свинина, и в 7 раз больше, чем мясо птиц. То есть, есть такие, соответственно, уже выкладки международные. И, естественно, нужно предполагать, что если в мире, а это сейчас обсуждается активно, будет введен углеродный налог на красное мясо, то цены на него существенно вырастут еще больше. В России, кстати, потребление красного мяса тоже сокращается, но по другим причинам, поскольку падает покупательский спрос, и в последние годы оно сократилось с 20 до 12 процентов населения. Но, повторюсь, это еще одна бизнес-возможность, которую в данном, скажем так, исследовании мы не учитывали, как и многие другие. Поэтому не претендую на то, чтобы здесь быть полностью объективно покрыть все имеющиеся возможности. Это лишь пример. Хотел бы здесь тоже проиллюстрировать, как они рассчитывались, эти бизнес-восможности. Ну, например, давайте возьмем пример изменения структуры продукта. Product reformulation. Речь идет о чем? Это замещение сахара, соли и трансжиров более полезными ингредиентами. Собственно, это тенденция, которая началась давно. Также здесь речь идет о более продвинутой фазе о добавках железа, например, йода, чтобы компенсировать дефицит. То есть это с 2015 года, опять-таки, подсчитали эксперты, примерно в 320 тысячах наименований продуктов в 70 странах мира были проведены такие структурные изменения. И 98%, прошу прощения, компаний в этих странах, они хотя бы в одном продукте меняли ингредиенты. И смысл в чем? Для конечных потребителей это, конечно, повышение качества, предотвращение ожирения, которое сегодня достигает в развитых странах 20-30%, в том числе у нас, кстати, оно тоже высокое. Это профилактика болезней, таких как диабет или сердечно-сосудистых заболеваний. Для бизнеса, собственно, интерес в чем? Это создание новых видов продукции, это технологическое совершенствование, это продвижение эко-лейблов, то есть это маркетинг продукции, открытие, естественно, новых рынков, открытие новых потребительских ниш, то есть это новая нишевая продукция, которая сейчас активно, в том числе благодаря законодательной поддержке в некоторых странах, внедряется. В ЕС, например, это действительно уже введено в нормативно-регулятивную базу. В России это пока-то лишь тестируется, может быть, вы знаете, но вот с осени 20-го года введена такая добровольная маркировка светофор, я показал это тоже на картинке, то есть это по ГОСТу уже официально утвержденная, но она добровольна, то есть это пока не имеет законодательного характера. Но идея в том, чтобы предупреждать потребителей о высоком содержании сахара, например, соли, жиров в продуктах. Также на экспертном уровне, насколько я понимаю, в России обсуждается вопрос введения новых налогов на соль, на сахар, но я так понял, эта идея была отвергнута Государственной Думой, то есть пока она лишь на уровне экспертного обсуждения. Также, ну, в чем еще интерес бизнеса, конечно, по мере роста покупательной способности в России и во многих странах Восточной Европы из 90-х годов спрос на продукцию повышенного качества, он всегда рос и продолжает расти, и, конечно, вот, собственно, в этом, в открытии новых ниш потребителей и кроется главный интерес. Теперь, как все это считалось, я тут тоже накидал несколько картинок, но, собственно, за основу моделирования я взял доклад МакКинзи от 2014 года, и здесь мы считали фактор, он называется фактор потери лет продуктивной жизни, daily, disability adjusted life year. И, собственно, это один из главных факторов для здоровья человека и для продуктивной жизни, и его стоимость оценивается в МакКинзи как 2600 долларов за такой один год потерь, и, соответственно, мы считали, мы генерировали, считали это уже применительно к России. Теперь, что касается вкладов ЦУР в цель устойчивого развития, то это огромный вклад в реализацию, естественно, ЦУР-3, здоровый образ жизни и благополучия. Ну, это один из примеров, то есть примерно так же был произведен расчет и по другим бизнес-возможностям для того, чтобы понять, где именно они находятся в России. Затем на второй стадии нашего исследования я попытался определить основных ключевых игроков влияния, то есть это те главные игроки по всей продовольственной цепочке, которые могут вносить кардинальные изменения в достижении России ЦУР на национальном уровне. Для того, чтобы, ну, этот анализ я делал в каждом из секторов, то есть это производители удобрений, семян, производители продовольствия, перерабатывающие предприятия, дальше автовики, ритейл, и, соответственно, в каждом сегменте примерно 3-4 основных ключевых игрока были определены. Как это делалось, опять-таки я покажу только на одном примере, чтобы было ясно, я взял методологию Всемирного Альянса по бенчмаркингу, есть такая организация World Benchmarking Alliance, это исследовательский институт в Нидерландах, который в том числе занимается, не в том числе, а прежде всего занимается устойчивым развитием по разным секторам, и у них есть целое направление по агропродовольственным системам, и они тоже предлагают такой критерий оценки, это 4 основных показателя, по которым выделяются ключевые игроки, они их называют Keystone Farmers, то есть главные игроки в каждой индустрии, это прежде всего доля этих компаний на рынке по выручке, это возможность контроля в соседних сегментах, то есть если мы берем вот в данном случае сектор удобрений, то это возможность контроля в параллельных сегментах агропродовольственных системы, это степень развитости ее децентрализованной сети в стране, и естественно возможность иметь широкую сеть охвата географическую, и четвертое, это степень влияния этих компаний на управление, на институты, на аграрную политику, то есть это больше степень такого вот институционального, ну не политического, а институционального, скажем так, влияния. Ну и наконец, вот я хотел просто продемонстрировать, вот на примере определения главных игроков, скажем, в секторе поставок удобрений, мы видим, что в России рынок достаточно монополизирован, то есть три ведущих компании, это FOSAgro, Uralcali и EuroHim, они контролируют примерно 54% всего рынка удобрений, то есть это те компании, которые могут внести самый ощутимый важный вклад вот в ЦУР, если они будут следовать устойчивым бизнес-моделям. И, кстати, многие из них уже действительно следуют, об этом мы поговорим позже. Ну, здесь просто важно сказать, что по этой же логике были отобраны и компании в других секторах. Наконец, вот, наверное, самое главное, это анализ бизнес-стратегий компании частого сектора. Здесь мы провели совместно с Высшей школой экономики такое исследование в феврале-марте этого года и опросили экспертов 25 российских компаний, а также филиалов крупных зарубежных компаний в агропромышленном секторе. Здесь и Danone, и Mars, и российский X5 Retail, Emirator, FOSAgro и так далее. И, естественно, получили довольно интересные результаты этого опроса. Ну, наверное, главные выводы, к которым мы пришли, во-первых, уровень приверженности и интереса к внедрению устойчивых стратегий в работу компаний в российском агропроме очень высокий. То есть 80% опрошенных компаний уже сформулировали свои стратегии по устойчивому развитию, и 70% из них, они вовлечены в те или иные партнерства по ЦУР. Это очень солидный показатель. Конечно, это только крупные компании, это не малые и средние предприятия, но это российские плюс зарубежные компании, которые работают в России. То есть это ведущая компания российского рынка. Показатели очень хорошие. В то же время степень реального внедрения на операционном уровне устойчивых стратегий, он не такой великий. Лишь половина компаний, то есть 50% компаний смогли внедрить эти стратегии на операционном уровне. Ну, я не буду все факты приводить, у нас не так много времени, но просто лишь отмечу, что среди главных стимулирующих факторов, что важно. Многие компании отмечали, главное, это именно трансформация рынков, то есть выход на адаптацию новых устойчивых моделей, это главный стимулирующий фактор, а также реакция на новые регуляторные меры со стороны государства и, наконец, рост репутации и имиджа компании. То есть это три основных фактора, которые волнуют компании для перехода на путь устойчивого развития. Но если говорить о конкретном внедрении устойчивых стратегий, то здесь картина немножко другая. Мы видим, что это несколько отличается. То есть примерно 20% компаний только смогли сказать, что им удалось внедрить конкретные и получить результаты, внедрить конкретные стратегии по устойчивому развитию, и это в основном по пищевым отходам, по сокращению парниковых газов и по повышению эффективности использования воды. И совсем еще более грустной выглядит картина, когда мы задали вопрос о том, способствовали ли вот эти стратегии возврату окупаемости от инвестиций. И 43% компаний однозначно сказали, что нет, что никакого возврата не было. Остальные ответили по-разному, но это были лишь такие, скажем, отдельные редкие примеры каких-то успешных вариантов монетизации. То есть где-то сработали цифровые продукты, где-то это успешно применялось в генетической селекции, в животноводстве. Но в целом результат достаточно неудовлетворительный, можно так сказать. И наконец, также экспертам был задан вопрос по поводу главных вызовов, которые стоят перед их компаниями для внедрения стратегий устойчивого развития. И среди основных вызовов компании ответили отсутствие, возвращаясь как раз к вопросу Винала, отсутствие эффективной системы корпоративного управления и чрезмерный микроменеджмент, это один из вызовов. Также барьеры, которые выставляются внешне, санкционные, а также законодательные барьеры, регулятивные, которые выставляют с государством. Также отсутствие инвестиций, отсутствие технологий для устойчивого развития, высокая стоимость оборудования и технологий для перехода на рельсы устойчивого развития, устойчивого производства и переработки. Ну и наконец, многие говорили о том, что отсутствует знание и экспертиза по созданию финансово устойчивых моделей. То есть как внутри компании прийти к тому, чтобы создать именно финансово устойчивого модели, это большой вопрос. И это как раз действительно главный фактор успеха в том числе. Поэтому я здесь хотел остановиться подробнее и посмотреть на это шире. То есть этот вопрос ставили многие компании, с которыми я общался. И нужно понять, что в мире уже давно на самом деле этими вопросами занимаются крупные консалтинговые компании. То есть, конечно, ведущие корпорации, они имеют уже свои системы, свои наработки. Но для тех, кто, для новичков, которые только приходят в этот сектор, имеется в виду на, приходят в сферу устойчивого развития, конечно, есть услуги, как и ведущих Big Four, да, аудиторских компаний, так и более специализированных компаний. Кстати, в KPMG, например, есть очень мощный блок по sustainability и в том числе и социально ответственное инвестирование. Они очень активно консультируют по социально ответственному инвестированию. Deloitte делает большой упор на цифры, на финансы. Но вот я хотел бы подробнее остановиться на Capgemini. Это в России она не так известна. Это французская компания, но она международная, но она базируется в Париже. И, собственно, она произошла, она возникла на базе Ernst & Young. И сейчас она стала такой именно специализированной компанией по консалтингу в сфере финансово устойчивых бизнес-моделей. Сейчас в компании работает около 270 тысяч экспертов, выручка 14 миллиардов евро. Они считают различные сценарии, используют очень много инструментов, в том числе используют и анализ жизненного цикла, используют и чистую текущую стоимость продукта, это NPV, Net Present Value. Ну и в целом они рассчитывают, то есть, собственно, задача этих компаний, они дают бизнесу различные сценарии, из которых бизнес может выбирать. То есть, например, мы делали такой живой кейс по Fiat вместе с Capgemini на программе MBA. По циркулярной экономике мы считали для Fiat различные опции для рынка электромобилей, которые сейчас активно тоже развиваются в Европе. И считали именно всю экономическую рентабельность по различным опциям, либо это переработка, либо повторное использование, повторное использование батареи в других целях и так далее. То есть, весь комплекс исследований. То есть, это достаточно прикладная вещь. К сожалению, у нас пока, насколько я понимаю, действительно финансово-устойчивые модели, то есть, знания по расчету финансово-устойчивым моделям, они недостаточны. И здесь действительно интересно не только историю успеха, но и извлечение уроков из каких-то неудачных примеров. И, например, если взять вот кейс Лавки-Лавки, да, о котором я говорил, вот, это действительно, он начинался как история успеха в 2009 году, когда компания смогла внедрить такую совершенно новую революционную модель, социально-устойчивую модель. Там в основном, конечно, там были и экологические аспекты, но главное, это социально-устойчивая модель. Лавка-Лавка инвестировала на первом этапе большую часть полученной прибыли именно в НИОКР, в научно-исследовательскую работу. И через несколько лет, по сути, эта компания смогла реализовать концепцию, которая сейчас называется «От фермы до тарелки». Это новая бизнес-модель, которая сейчас активно, в принципе, внедряется в Западной Европе и в США. То есть, минуя, мы видим это вот на картинке, я это показал справа, то есть традиционная модель у нас – это от фермы через транспорт, через различных посредников, супермаркеты до потребителя. Сейчас вот новая модель, которая внедряется, и вот эта концепция, которую Евросоюз тоже активно позиционирует, которая называется «От фермы до тарелки», она как раз предполагает прямой доступ, то есть, минуя всех посредников до конечного потребителя. И, собственно, Лавка-Лавка попыталась изобразить эту модель. Она объединила 200 семейных фермерских хозяйств и на их базе создала вот эту свою экосистему – это сеть магазинов, ресторанов, кафе, онлайн-продаж. То есть, это все интегрировано в одну экосистему без посредников внешних. То есть, модель фактически стала прообразом вот тех современных продажных систем, которые сейчас активно пропагандируются. Но в России, естественно, другие реалии, и нужно понимать, что эта модель объективно не работает в массовом сегменте, поскольку у нас, естественно, доминирует монополия крупных агрохолдингов, большая часть населения высокоурбанизирована, поэтому у нас просто нет условий для массового внедрения и пример Лавки. То есть, пока нет условий для массового внедрения таких бизнес-моделей. И пример Лавки-Лавки достаточно показательным. То есть, они попытались создать эту бизнес-модель на принципах устойчивости, внедряли даже собственную криптовалюту. То есть, было очень много сделано и в плане улучшения, сокращения пищевых отходов, переработки. Там много было интересных вещей. Но в итоге компания в 2015 году с началом экономических санкций столкнулась с тем, что лишилась доступ к инвестициям, к дешевым кредитам, не смогла получить финансовой поддержки от государства. И окончательно, в общем-то, пандемия разрушила эту модель. И сегодня, насколько я понимаю, ситуация финансовая в компании очень нестабильная, очень высокодолговая нагрузка. И, в общем-то, модель, по сути, оказалась финансово неустойчивой. Она не смогла состояться именно в результате внешних факторов воздействия. Ну, по поводу технологий тоже. Это одна из проблем, которую выделяли эксперты, с которыми мы общались в рамках исследования. Все они отметили, что именно проблема внедрения устойчивых технологий, она одна из главных. 70% абсолютно высказали за то, что нужно внедрять устойчивые технологии, но на это нет инвестиций. И среди главных приоритетов по устойчивым технологиям это биотехнологии, это цифровизация сельского хозяйства, это интернет вещей и облачное решение, и большая дата и машинное обучение. То есть вот те три приоритетных сферы, которые эксперты наших ведущих компаний Агропрома считают наиболее востребованные, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Хотя здесь тоже есть большой, действительно большой пробел. Ну, если подводить итоги по стратегиям, что хотелось бы сказать, то есть очень коротко, я понимаю, мы выходим немножко за рамки, но я еще немножко. Значит, если выходить за, значит, подводить итог, то вот эти стратегии по устойчивости были проанализированы по степени их зрелости, то есть от нулевого уровня, где мотивирующий фактор это, ну скажем, самый такой базовый, то есть это филантропия, пиар, гринвошинг, то есть это то, что мотивирует руководство этих компаний принимать устойчивые стратегии. Здесь доля компаний оказалась очень маленькой, всего лишь 10 процентов, и это число продолжает сокращаться, то есть, конечно, от этого уже давно отходят. Большая часть компаний, 60 процентов компаний, они находятся вот на такой стадии, где очень важно, то есть фактически два фактора, это отчетность по ESG и это предупреждение регулятивных мер со стороны государства, как упредить. То есть, собственно, для этого и нужны этим компаниям стратегии устойчивого развития. Это, естественно, очень быстрые решения, которые позволяют быстро интегрировать эти стратегии, но они не смотрят, конечно же, шире, они не смотрят на уже операционное внедрение. Что касается операционного внедрения, то только 25 процентов компаний, то есть экспертов компаний считают и можно отнести как раз к тем компаниям, которые внедряют стратегию устойчивого развития именно с целью использования устойчивых моделей в цепочке создания добавочной стоимости, здесь вовлечены уже акционеры, здесь разрабатываются ключевые показатели эффективности по устойчивости, здесь есть инвестиции в неокр, то есть здесь действительно такая третья, очень продвинутая фаза, но этих компаний 25 процентов. И самая маленькая доля, это действительно такая вот четвертая фаза зрелости, когда это действительно лидеры по устойчивому развитию, здесь у нас только 5 процентов компаний, я думал, что скорее всего это те компании, это скорее всего глобальные компании, которые работают в России, такие как Danone, поскольку у них это внедряется на глобальном уровне и автоматически, естественно, переходит на национальный уровень, то есть в каждом филиале действуют те же стандарты. И соответственно, это компании, которые действительно используют такие наиболее передовые уже бизнес-модели, составившиеся бизнес-модели, где работает и финансовая устойчивость, и модель себя окупает полностью. Это по стратегиям. И последнее я хотел здесь также отметить, вот на четвертой фазе уже вот этого исследования, когда мы проанализировали все стратегии, мы, собственно, пришли к тому, как определить вклад компаний агропродовольственной системы России в ЦУР, да, как они действительно, в чем заключается этот вклад, как его можно измерить. И здесь я сформулировал различные показатели эффективности на трех основных измерениях, то есть мы взяли планету, это экологическое измерение, социальное измерение, люди и экономическое измерение процветания. И вот по этим трем, соответственно, направлениям мы замеряли вклад различных компаний. Это лишь пример одного из сегментов. Это мы делали для ритейла продовольственного. Кроме этого, удалось также, помимо вот трех направлений, мы анализировали по четырем категориям именно менеджмента устойчивого развития компании. Здесь я брал за основу методологию Югтат, конференцию по торговле и развитию. Уже разработанную методологию по четырем категориям. Это управление, это стратегия, это подход менеджмента и это оценка производительности. Ну и, например, в категории управления мы сравнивали такие данные, как насколько интегрировано устойчивое развитие в корпоративное управление, в корпоративную культуру, какие-то формальные обязательства и приверженность совета директоров. Есть ли в компании какая-то специализированная структура по устойчивому развитию, есть ли позиция директора по устойчивому развитию, какова общая техническая компетенция совета директоров по этой теме. То есть это как пример, например, по управлению мы это анализировали на основе этих данных. Также по, соответственно, другим категориям менеджмента. Ну и в целом разработанная методология, вот мы видим на примере, например, как я уже говорил, да, ритейл, мы смогли оценить, соответственно, вот по этой схеме, действительно, кто является лидером, причем это делалось на основе трех параметров, то есть мы смотрели и долгосрочные обязательства, и стратегии компаний, и какие-то конкретные индикаторы, которые внедрены в их работу, такие baseline targets, а также конкретное реальное выполнение этих задач. То есть по этим трем параметрам мы оценивали, например, сокращение парниковых эффектов и переход к возобновляемой энергии, и вклад в биоразнообразие и так далее. И вот, например, вот по, скажем, экологическому направлению у нас магнит получился таким лидером среди российского ритейла, среди крупных компаний, то есть мы сравнивали три, и магнит вот показал наилучший результат. По другим направлениям, там другие компании, соответственно, лидировали. То есть мы можем определить здесь тоже лидеров по устойчивости. Давайте на этом подводить итоги. Я не претендую на то, чтобы делать какие-то однозначные выводы. Тема очень сложная, тема дискуссионная, поэтому, наверное, поделюсь своими мыслями для стимулирования дискуссии. Естественно, государство и бизнес, они смотрят с различных перспектив на устойчивое развитие агроподавочных систем. Понятно, что у всех свои интересы. И здесь нам, как мне представляется, важно найти эту синергию, эти точки соприкосновения, которые могут дать положительный эффект для всех сторон, и прежде всего для общества, для конечных потребителей. И могу только сказать, что со стороны российского бизнеса, насколько я был вовлечен, я вижу очень высокий и растущий с каждым годом интерес к разработке и развитию долгосрочных таких зрелых, уже финансово состоявшихся бизнес-моделей. Этому соответствует и мировая тенденция сейчас, поскольку в мире тоже, несмотря на пандемию, повестка ESG, то есть мы выходим за рамки повестки ESG. Превалирует действительно вот концепция создания вот этой добавочной стоимости, это value creation, а не погоня за прибылью. И многие крупные компании это прекрасно понимают. И эта тенденция также наблюдается у нас. Что касается государства, то с другой стороны государство, конечно, тоже понимает, что оно остро нуждается в бизнесе, поскольку без бизнеса достижение прогресса на национальном уровне по ЦУР, оно будет крайне проблематично, мягко говоря. И, естественно, это важно для государства не только для отчетности, но и для в целом повышения качества экологической повестки, и социальной повестки, и создания новых рабочих мест, и в целом создания новых благ для конечных потребителей. И одновременно государство очень заинтересовано и в повышении ответственности бизнеса в плане устойчивого развития. То есть нужны более прозрачные системные механизмы мониторинга роли частного бизнеса, частного сектора, признание этой роли со стороны государства. В то же время очевидно, что есть, и мы об этом недавно поговорили, есть большие препятствия в плане ограничения инвестиций, ограничения технологий и так далее, для того, чтобы эти устойчивые модели стали реализуемы. Поэтому важно для синергии, чтобы были сделаны шаги на встречу друг к другу, и здесь нужна стратегия, как мне кажется, новая стратегия по развитию всего комплекса законодательных, финансовых, регуляторных инициатив на основании государства частного партнерства. Нужно уделять много внимания зеленой экономике, это действительно очень важно. Поддержка НИОКР, кстати, по НИОКР, например, в агропродовольственных системах в России уровень ниже общемирового, ниже среднего глобального уровня. Также важен переход к устойчивым технологиям, и особенно это касается малых и средних предприятий. То, что я попытался показать в исследовании, еще просто последнее, что скажу, это картинка ведущих компаний, которые контролируют основную часть рынка, которые по выручке, но это только топовые компании. Конечно, если говорить о малых и средних предприятиях, там ситуация гораздо более запущена, и прогресс менее очевиден, и там требуется гораздо больше усилий и работы со стороны государства, но это отдельная тема. На этом, наверное, я закончу. Еще раз спасибо большое. Мне кажется, мы уложились во время и готов ответить на вопросы. Да, Арсен, спасибо огромное. Просто интереснейшая лекция. Я думаю, что все для себя подчеркнули очень много нового, и какие-то моменты действительно такие вы затронули, которые мы, скажем так, не везде сможем про них узнать, понять. И вы рассказали очень просто о таких непростых вещах. И появились вот вопросы как раз у нас в чате. Если кто-то коллеги голосом хочет задать вопрос, пожалуйста. Вопрос от Татьяны. Что делается или что следует делать со стороны государства, по вашему мнению, чтобы содействовать развитию таких компаний, экосистем, как Лавка-Лавка, например? Да, спасибо большое. Но немножко коснулся этого. Конечно, нужны финансовые стимуляторы. То есть нужно создание инвестиционного климата для того, чтобы такие компании имели доступ к тем самым дешевым кредитам и инвестициям. То есть государство должно создавать этот климат прежде всего. Нужны инициативы на государственном уровне. То, что, например, делает Евросоюз. Как мы видим, действительно, иногда слова расходятся с делом. То есть очень много громких заявлений, но на деле инвестиций в зеленую экономику гораздо меньше, чем это отображается в заявлениях. Но при этом то, что правильно делают, мне кажется, Евросоюз, США и Китай, то есть ведущие мировые рынки сегодня, они создают вот эти законодательные рамки, законодательные инициативы и государственно-частное партнерство для того, чтобы привлекать частный сектор в эти проекты. Например, что интересно, я могу просто еще добавить, например, тот же консалтинг. У нас отсутствует, по сути, свой национальный какой-то консалтинг по разработке вот этих финансово-устойчивых моделей. Но тот же консалтинг, например, Кап-Гемини, с которыми мы работали, и они нам объясняли, как это функционирует, они сами в это вкладываются. То есть они соинвестируют этот проект для того, чтобы рассчитать финансово-устойчивую модель и привлекать других партнеров. Потому что ожидать, что бизнес сам готов сразу выделить там большие деньги консалтингу, чтобы разработать что-то непонятно для чего, то есть не понимая, какой будет конечный результат, конечно, бизнес к этому не готов. И поэтому для того, чтобы его вовлечь, те же консалтинговые компании работают очень активно на соинвестиции, и краудфандинг, и различные инструменты, и партнерство с тем, чтобы привлечь просто дополнительное инвестирование и показать уже по итогам, в чем, собственно, устойчивость, в чем финансовая рентабельность вот этих бизнес-моделей, и они потом работают успешно. Поэтому в России, в России, в принципе, представлено много компаний консалтинговых, да, ведущих, они все есть. Вот. Поэтому мне кажется, именно возможность работы с ними, в том числе государства, могла бы помочь действительно раскрыть этот потенциал, потому что бизнес должен увидеть этот интерес, чтобы пойти туда, чтобы войти в эту нишу. А чтобы увидеть, нам не хватает знаний, нам не хватает консалтингов. Вот. Наверное, так. Спасибо. Спасибо большое, Арсен, за такой подробный ответ. Вот еще интересуется, какие системы или стандарты используют все-таки компании, рекомендации ОСР, ООН или что-то еще? Ну, здесь, опять-таки, очень много различных, то есть нет универсальной системы, в этом сложность, да. То есть, допустим, если для государства разработаны ЦУР, и они, собственно, имеют обязывающее, да, как бы, значение для выполнения, для государств, то для бизнеса такой системы пока не созданы. То есть, например, есть различные рейтинги ESG, да, которым следуют компании, там есть Bloomberg, имеет свой рейтинг, есть компания, там, например, Рубекко Сам, которая это делает по, там, социально ответственному инвестированию. То есть, очень такое все разноплановое. В то же время нету, вот, действительно, таких единых рамок. Поэтому очень сложно советовать, здесь, наверное, все индивидуально. В ООН даже нет общего пока понимания, то есть, например, программа развития ООН, вот UNDP, очень активно разрабатывает, например, такие рекомендации по воздействию на ЦУР, это называется SDG Impact, именно частного сектора, то есть у них есть свои критерии. Но, как таковых стандартов нет, то есть, в каждой стране есть свои национальные стандарты, есть регулятивные меры, которые нужно изучать. Например, сейчас вот мы делаем тоже один проект для Petzl, это компания во Франции, которая производит спортивное оборудование, и они попросили проанализировать для них четыре рынка, потому что в каждом из рынков есть свои стандарты, то есть рынок Франции, Германии, США и Великобритании. И даже внутри Евросоюза стандарты немножко отличаются. То есть, да, они в ЕС, конечно, более-менее синергированы, но, тем не менее, даже там есть различия, то есть для входа в любой рынок нужно изучать именно стандарты, которые очень быстро меняются и по эколейблам, и по различным стандартам экологической устойчивости и социальной. Поэтому, к сожалению, общего рецепта пока нет, возможно, это в будущем, но вот пока нужно смотреть именно, если вы работаете в России, нужно посмотреть именно российские стандарты. Спасибо, да, спасибо огромное. Еще вот в продолжении, видимо, стоит ли и обязательно ли упоминать ЦУР в своей отчетности компании? Нет, это не обязательно. Вообще отчетность, то же самое по отчетности здесь не существует каких-то стандартов. Просто я хотел отметить, что все больше и больше компании отходят от ЕСГ, потому что ЕСГ – это немножко такой узкий взгляд на проблему, и компании стараются подавать это именно через ЦУР. Что это дает? Это, во-первых, дает выход на какие-то дополнительные партнерства, прежде всего с государствами, на возможные инвестиции со стороны каких-то крупных и в том числе международных финансовых институтов, банков развития. Поскольку ЦУР на виду, и все знают ЦУР, то есть в плане маркетинга и в плане самой концепции, ну, конечно же, если отчетность построена по ЦУР, это дает большие плюсы. Требований таких нет, конечно. Да, спасибо огромное. Коллеги, есть ли еще вопросы? В основном идут уже благодарности, пишут, что очень интересная лекция и в части расширения кругозора, и в целом тоже просят продолжения. Коллеги, продолжение. Пожалуйста, приходите на нашу программу магистрской подготовки, где Арсен будет, как раз мы надеемся, нашим преподавателям согласиться и продолжит с нами сотрудничество в этом тоже плане. Вот пишут до сих пор благодарности, просят ваши контакты. Ну, я думаю, что Ангелина, вот, если вы напишите мне на почту, мы потом уточним у Арсена, может ли он, да, давать контакты, и с вами свяжемся тогда. Инал хотел задать еще вопрос. Да, спасибо большое. Асен, спасибо большое еще раз за лекцию. Такой небольшой вопрос про российские как раз компании агросектора. Ну, понятно, что они все находятся на разном этапе трансформации с точки зрения соблюдения требований и рекомендаций международных и национальных. Но если мы возьмем лидеров, X5 или Магнит, как много денег они готовы аллоцировать или уже аллоцировать на какие-то стандартные инструменты управления изжирийсками, например, отчетность публикуют нефинансово, аудируют ее, или же получают рейтинги от того же Ребекка Сам или из Астаналитикс, или же вводят какие-то инструменты, может быть, управления или отслеживания выбросами. То есть как много средств компаний в России, ну, лидеры, готовы тратить на то, чтобы становиться то, что называется ESG-комплайент? Спасибо. У меня нет точных данных, то есть сейчас я, наверное, не смогу ответить вот именно конкретно какой процент, но в принципе все крупные компании инвестируют много уже сейчас на этом этапе. То есть все лидирующие компании и X5, и Ритейл, и, прошу прощения, и Магнит, и Дикси, который сейчас Магнит приобрел, но инвестируют по-разному. То есть когда мы сравнивали, например, мы видим, что опять это зависит от приоритетов компании. То есть у Магнита это очень четко прослеживается именно экологическая часть, они смотрят это в основном с точки зрения выбросов и так далее. А, например, X5 очень активно инвестирует в социальные измерения. То есть им важны программы, например, поддержки социально уязвимых групп населения, разные бонусные программы. Им важен в том числе сохранить, то есть у них очень высокий процент лояльности потребителей, то есть им важно сохранить своих потребителей. То есть это зависит от стратегии уже бизнес-стратегии компании, и они под это, соответственно, адаптируют свою стратегию по устойчивому развитию. Но инвестируют все, инвестируют все, и их достаточно много. Но я просто не оперирую цифрами, поэтому тут затрудняюсь сказать. Спасибо. Да, спасибо большое. Спасибо, спасибо, Арсен. Вот от Кати еще вопрос. Насколько важно общественное мнение, осведомление, давление для готовности бизнеса и государства стремиться к исполнению ЦУР? Ну, я думаю, что здесь дело не в давлении, да, то есть здесь, конечно, бизнес нужно убеждать на деле. То есть нужно убеждать, вот как раз я об этом говорил, доказывать, что эта модель финансово устойчивая. То есть бизнес реагирует на две вещи. Первая – это, конечно, превентивные, скажем, меры, чтобы упредить какие-то новые законодательные вещи. Ну, например, предположить, что через пару лет у нас там будет введен новый налог, да, в сфере налогообложения на сахар, еще на что-то, или там, скажем, вот эти вот углеродные налоги. То есть бизнес играет на опережение. И если он понимает, что эти регуляторные меры будут введены, он будет уже заранее работать на устойчивость. Собственно, так это происходит и в ЕС и в других странах. Вот. Поэтому… А второе – это, конечно, показать, что, наверное, лучше. Не всегда удается, но показать бизнесу именно интерес. То есть бизнес должен понять, где их интерес, чтобы входить в новые рынки, да, то есть для них это главный приоритет. Общественное мнение здесь, наверное, тоже важно, но в меньшей степени. Давление я не думаю. Я не думаю, потому что все-таки здесь, повторюсь, ничего обязывающего пока нет и, в общем-то, не предвидится. Это сложно сделать. Даже государства под СУР, они отчитываются добровольно. То есть это добровольные национальные обзоры. Вот. Тем более для бизнеса мы никогда не создадим такие рамки, я надеюсь. Да. Поэтому здесь общественное мнение, оно действительно важно. И многие используют это для маркетинга. То есть опять многие компании в бизнесе, переходя на устойчивые модели развития, понимают, что за этим будущее, тот же рынок электромобилей, он просто взлетел сейчас, например, во многих странах. И Китай, кстати, ведя себя довольно, скажем так, нейтрально по развитию, да, по устойчивому развитию в целом в мире. То есть это не главное, это не лидер, да, по заявлениям. На деле Китай очень активно вкладывается. И, например, по рынку электромобилей Китай до 2040 году планирует обойти и Европу, и США. То есть они там, по-моему, заявили 100% новых продаж, я боюсь, цифры не помню, не, наверное, 40% новых продаж, значит, должна занимать долю электромобилей, по-моему, к 40-му году. То есть они явно хотят здесь пойти на опережение, и Германию опередить, и Штаты. Поэтому опять тут нужно именно интересами, да, методом, метод воздействия, это вовлечение бизнеса за счет именно финансовоустойчивых и экономически рентабельных моделей. То есть там, где новые рынки, там, где новые ниши, там, где технологии. Вот. Поэтому думаю, что, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Да, спасибо. Артем, можно еще, да, вопрос? Вот еще появился от Ангелины. Как зарегулировано на уровне российского законодательства развитие ЦУР? Какие-то стимулирующие бизнес-нормативные акты уже существуют? Ну, снова вот скажу, что есть добровольные обзоры, национальные обзоры, которые Россия предоставляет в ООН. То есть ежегодно проводятся саммиты по, они называются High Level Political Forum, да, значит, политический форум высокого уровня, на который страны могут представлять свои добровольные отчеты. Страны могут это делать каждый год, могут вообще не делать, могут делать там через год, как удобно. Россия одна из самых активных стран, то есть это наше добровольное обязательство, то есть Россия готовит такой доклад. Вы эти доклады, кстати, можете найти в интернете, они доступны. Вот. И, по-моему, последний раз Россия представила этот доклад в прошлом году, в 20-м году. Насколько я помню, в 21-м году Россия не ангажировалась, то есть на каждый год там примерно 30-40 стран, которые заявляют, что они хотят представить этот доклад. Вот. По-моему, в этом году России нет. То есть мы это делаем произвольно, это вот, если говорить о нашей отчетности на уровне международной системы. Что касается внутри России, то я, честно говоря, не очень знаком. Я так понимаю, что сейчас этим занимается, вообще устойчивым развитием занимается Чубайс, да, и вот новая команда, которая вот в Минэкономразвитии возглавляет этот процесс. Но я так понимаю, что каких-то вот пока законодательных стратегий, инициатив по отчетности по ЦУРу не разработано. То есть этого нет. Вообще в разных странах по-разному подходит к этому. То есть в некоторых странах создаются такие координационные межминистерские структуры по ЦУР. Где-то эту работу ведет там премьер-министр, где-то ведет министр экономики, где-то МИД является главным. То есть в каждой стране по-разному подходит именно к этой проблеме. Но в России, насколько я понимаю, ЦУР занимается, то есть нет какого-то координирующего органа межминистерского. Наверное, нет. По крайней мере, я об этом не слышал так публично. Но этим занимается, видимо, Минэкономики. И вот администрация президента, то есть Чубайс, наверное, будет заниматься этой темой в том числе. Но это, наверное, то, что я могу сказать. Большего я не знаю, к сожалению. Спасибо. Спасибо огромное. Вот Ангелина как раз благодарит. Борис, спасибо большое за ответ. Арсен, еще вопрос есть. Можно, да, еще задать? От Кати. Можно спросить, в чем смысл такой добровольной отчетности по ЦУР на международном уровне? Да, хороший вопрос. Но это вот как раз, наверное, в основном как пиар, влияние политическое, ответственность, все вместе. То есть это показать, насколько страна привержена обязательствам. Это возможность показать, как развивается страна в плане устойчивого развития, потому что этот доклад, он представляется всем странным членам, потому что форум, политический форум высокого уровня, это очень такое представительное мероприятие. Он, кстати, проходит летом, по-моему, в июле каждый год. И, собственно, это возможность действительно показать наши какие-то достижения. То есть он, конечно, составляется на очень положительной ноте, там мало проблемных вопросов, там в основном показаны успехи страны в достижении ЦУР. А задача в том, что, в принципе, все страны обязались, и, кстати, все многие развитые страны тоже представляют свои отчеты в ЦУР, не только Россия, там это делают и западные страны, ну и развивающиеся тоже, конечно. Поэтому, вот, наверное, в этом. Спасибо большое. Спасибо, Арсен, за ваш ответ. Вроде бы больше нет вопросов, да, коллеги? Пока еще пару минут у вас есть такая возможность задать Арсену вопрос. Вот Татьяна пишет, благодарность тоже очень полезные, очень полезные полтора часа. С интересом ждем следующих лекций. Спасибо, Татьяна. Спасибо, Арсен, вам еще раз огромное. Я думаю, на сегодня мы, наверное, будем уже заканчивать. Вопросов вроде бы больше нет, и вы все так очень подробно, интересно рассказали. Благодарим вас за то, что вы согласились сегодня стать спикером нашей открытой лекции. Также мы благодарим всех участников, кто смог найти время, присоединился. Напоминаем, что следующая лекция из нашего цикла лекции в рамках программы магистрской подготовки и менеджмент устойчивого развития будет проходить теперь уже 27 мая в 4 часа. Ждем вас на наших следующих лекциях. Арсен, еще раз спасибо огромное. Вас мы очень рады будем видеть в рамках нашей программы в качестве преподавателя практика. Всем хорошего вечера. До следующих встреч. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо большое. Спасибо.